Штурнгивер 1 Дефис 5 Это дефолтное оружие ассолта в новой части Battlefield. Сегодня мы о нем и поговорим. С вами я, Кадликс Алексей, и мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok В те времена, когда топовые места занимали у нас СТГ-44 и М1907, если вы играли активным рашером и вам необходимо было убивать очень много противников, то на сегодняшний день ситуация немножко изменилась. И верхнюю строчку чартов теперь возглавляет у оружия ассолта именно Штурнгивер 1 Дефис 5. Так что же произошло? Если ранее Штурнгивер имел очень высокую отдачу, сравнимую с СТГ-44, но при этом меньшую эффективную дальность, и поэтому выбор всегда приходился на СТГ-44, ну незачем было использовать Штурнгивер. На текущий момент, к счастью, у этого оружия очень сильно понерфили отдачу, она стала сильно проще, ее удобнее стало контролировать, и при этом это оружие стало эффективно быть на средних или коротких дистанциях, если вы прям активно бежите в бой. И так как задача штурмовика делать именно это, то большинство ассолтов бегает с этой пушкой. Она универсальная, она хорошо стреляет, практически как лазерная винтовка на среднюю дистанцию, если вы прокачаете в правильную веку специализации. Кстати, сейчас вы можете наблюдать мое древо специализации, которое использую я при активной, очень рашевой игре. Вы можете использовать, конечно, что-то свое, но мне кажется, все-таки это самый оптимальный вариант. Так как вы постоянно будете в центре событий, вам обязательно нужен быстрый АИМ, уменьшение горизонтальной вертикальной отдачи и повышение точности. Это все, что вам необходимо. Стрельба от бедра, ну, вы ее будете использовать очень редко, и это оружие, в принципе, может вас спасти, когда противника вы заставите врасплох. Если же он вас будет ждать, то, к сожалению, ни дробовик, ни какой-нибудь СМГ, он же пистолет-пулемет, вы не перестреляете, даже если у вас будет прокачана левая ветка специализации. Ну, это, опять же, мой опыт, у вас он может быть отличным. Дело ваше. Ну, естественно, устанавливайте прицел по своему вкусу, какой вам больше нравится. Либо это линзовый, либо это мушка. Об отличиях мушки линзового прицела я вам уже говорил, у мушки у нас полтора множитель прицеливания, у линзы единичка. Так как здесь очень информативная мушка, которая не закрывает противника, и теперь у нас податливая отдача, то можно стрелять на средней дистанции и с мушкой, так даже удобнее. А если вы находитесь вблизи к противнику, то можно попробовать убить его и от бедра. Но стоит учитывать, что не переусердствуйте со стрельбы от бедра, она не очень-то эффективна. И что у нас получается на текущий момент? Данное оружие со скорострельностью 670 выстрелов в минуту является королем средней и ближней дистанции у штурмовика. Это самое простое и самое эффективное на текущий момент оружие. Из конкурентов у него по-прежнему СТГ-44 и М19-07, или М19-17, я не помню как он. Но эти пушки с очень высокой отдачей и уж очень узкоспециализированные. Первая на дальней дистанции, вторая исключительно сверх короткие дистанции. Штурмгивер это же универсальная лошадка, точно такая же как АЕК, например, в Battlefield 4. Поэтому если вы вдруг вернулись после многих ребалансов в игру или наоборот не обращали на них никакого внимания и уже сформировали для себя мету оружия у штурмовика, например, в виде какого-нибудь карабина или ЖДМРки, то советую попробовать дефолтную пушку. До этого она у меня была не вкачана до 6-го даже ранга, но поиграв для записи геймплея на ролик, я увлекся и вкачал спокойно до 10-го левела. Мне очень понравилось, но я так вижу ни одному мне, потому что на сервере, если я умирал от ассолта, то это в большинстве случаев был именно Штурмгивер. На этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели этот ролик. Так как не успеваю делать, скажем так, материал, решил снова вернуться к формату 1 ролик 1 пушка, возможно где-то буду группировать в зависимости от моего времени. С вами был я, Катликс Алексей, всего вам хорошего и пока-пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok